Привет, друзья! Татьяна Лаврова Андриканис родилась в июне 1938 года, советская актриса театра и кино, более известная по театральным ролям в «Современнике» и «Мхате». Народная артистка РСФСР. Известная театральная, впоследствии кинематографическая актриса родилась в удивительной семье. Так, она являлась с дальней родственницей известным меценатом Морозовым, ее дедушкой был революционер Николай Шмидт, а мама работала оператором в киноиндустрии. На тот момент это была потрясающая редкость. Собственно, даже сейчас, если говорить об операторах кино, то большинство людей представят интеллигентного мужчину, стоящего за камерой. А в те времена это был настоящий фурор. Родилась будущая звезда в июне 1938 года, и ей пришлось в совсем юном возрасте пережить Вторую мировую войну. Ее отец прошел через все тяготы войны, он был кинооператором. Но к большому счастью, он вернулся живым. Казалось бы, это огромная редкость, что никто из родных и близких не погиб в годы страшных испытаний. Но счастье не длилось долго. Когда будущей актрисе было всего лишь 12 лет, родители разошлись, что нанесло ей душевную рану. Впоследствии мать снова вышла замуж. Но создать по-настоящему счастливого домашнего очага не получилось. Очим так и не смог заменить девочки отца. Как часто и бывает, личности, одаренные уже с самого раннего детства, знают, чему будет посвящена их дальнейшая жизнь. С детства девочка грезила сценой и кино. К тому времени кинематограф уверенно заявил о себе. Да, телевизоров еще не существовало, но в огромный трепет приводили кинокартины, которые демонстрировались в специальных кинотеатрах на допотопных больших экранах. К тому же отдушиной был театр, куда можно было прийти и насладиться игрой любимых актеров. Татьяна твердо решила, что будущая жизнь свяжется именно с актерским ремеслом. Она не отличалась классической красотой, что так любят режиссеры при создании образов лирических героинь. Но в ней просматривалось безмерное обаяние. У нее были потрясающие глаза с таким проникновенным и острым взглядом, что даже суровых мужчин бросало в дрожь. Казалось, что девушка обладает каким-то врожденным гипнозом, заставляя окружающих восторженно следить за ее мимикой, движениями. Это очень ценное качество для артиста и, пожалуй, редкое. Гораздо больше распространена харизма обаяния. Но мало у кого можно встретить столь проникновенный и даже дикий взгляд. И, конечно, этот талант наметанным взглядом оценили в приемной комиссии школы-студии МХАТ, куда будущая звезда поступила в 1959 году. Нет надобности говорить, что МХАТ всегда остается визитной карточкой и заветной мечтой для артистов со всей страны и ближнего зарубежья. Особенно велик конкурс был во все актерские заведения в 50-е-60-е годы, когда кино прочно вошло в жизнь, у людей появились телевизоры, и они с замиранием сердца переключали каналы, просматривая любимые фильмы с замиранием сердца. Выдержав дикий конкурс и проявив себя нехудшим, писанных красавиц со всей страны, Татьяна стала студенткой и с успехом закончила школу-студию. После окончания ее сразу же приняли в труппу, что стало еще одним доказательством ее таланта. По стечению обстоятельств так получилось, что именно Савва Морозов, дальний родственник актрисы, в свое время выступил в роли мецената и на его деньги был сооружен МХАТ. В этом проявился некий символизм, но, конечно, она была принята в труппу не за заслуги и ее дальнего и давно умершего предка. Это был настоящий бриллиант, и пригласив актрису, режиссеры не ошиблись. Надо сказать, что ее настоящая фамилия вовсе не Лаврова, а Андриканис, то есть греческого происхождения. Впоследствии актрисе после окончания учебного заведения настоятельно посоветовали взять более простую фамилию, и она остановилась на этой. МХАТ предложил ей участие в потрясающих чеховских спектаклях, например, она сыграла Аркадину в «Чеховской чайке». Это роль произведения, автор, спектакль не нуждаются в рекламе или представлении. Она прослужила в МХАТе почти три года, а затем ее пригласили в «Современник», которому она отдала почти 17 лет своей жизни. В 1978 году, отслужив более десятка лет в «Современнике», она вновь вернулась на подмостке, родного МХАТа. К сожалению, жизнь актрис и актеров зачастую зависит от интриг, обстоятельств. На время ухода из «Современника» им руководила Галина Волчек, которая занимает эту должность и по сей день. Сама актриса говорила, что после многочисленных гастролей потеряла голос и не смогла выступать. Но она не отказалась посетить кинофестиваль, проходивший в Германии, ведь там не планировалось ее сценическое выступление. Руководство «Современника» решило, что если актриса находится на больничном из-за срыва голоса, то должна лечиться, восстанавливаться, а не уезжать за границу на кинофестивале. Татьяна Евгеньевна сочла такое предложение несправедливым и написала заявление об уходе. Существуют и другие версии, которые невозможно доказать или опровергнуть. Они указывают на то, что причиной ухода после длительной службы стали банальные интриги. Когда она вновь вернулась в Амхат в 1978 году, то ей было уже 40 лет. Роли молодых героинь ей уже не доставались, да и конкуренция среди актрис значительно возросла. Поэтому о былых прекрасных ролях, которые ей достались после окончания школы-студии, приходилось только мечтать. По сравнению с былыми возможностями нынешние роли можно было сравнить с жалкими крохами. Но главной для нее была сама игра, которой она всецело отдавалась. И даже эпизодические появления в спектаклях были настоящим фурором. Она готовилась к ним так же серьезно и ответственно, как артисты готовятся к главным ролям. Однако по-настоящему известной на всю страну она стала именно благодаря кинематографу. Впрочем, это обычное явление, ведь даже самый знаменитый столичный храм искусства не может соперничать по своим возможностям с кинематографом, поскольку фильм за один раз имеют возможность просмотреть десятки миллионов человек. В последние годы жизни в творческой биографии Лавровой были и съемки в сериалах. Они, естественно, не могли ей заменить прекрасные образы, которые она создавала ранее. Как-то подводя итоги своей жизни, исполнительница отметила, что ее отношения с кинематографом не сложились. Возможно, это и так, но обязательно стоит просмотреть все эти фильмы, в которых она появлялась. Это по-своему трогательные и добротные советские картины, телеспектакли. Актриса несколько раз была замужем, и все мужья были знаменитыми актерами. Первым мужем стал Евгений Урбанский, настоящий секс-символ СССР, в которого были влюблены большинство женщин и совсем юных девушек. Да, это были незарегистрированные отношения, но они длились семь лет. Влюбленные жили в обычном общежитии и казались вполне счастливыми. После нескольких лет личной жизни этот союз распался. Однако они долгое время оставались друзьями. Затем актрису познакомили с Олегом Далем, который предложил ей выйти за него замуж. К сожалению, этот брак оказался недолговечным, продолжался он всего лишь полгода. Считается, что с Олегом Далем находиться было тяжело не только ввиду специфичного характера, но и из-за злоупотребления спиртным. Татьяна Евгеньевна не смогла переломить ситуацию, и пара рассталась. В 1965 году пришло печальное известие о том, что Евгений Урбанский погиб на съемках. Возможно, Татьяна продолжала его любить все последующие годы, и это известие восприняла крайне тяжело. К тому же гибель его почти совпала с расставанием с Олегом Далем. Третьим мужем актрисы стал футболист Владимир Михайлов, человек, далекий от мира искусства. Казалось бы, это должно было быть только положительным моментом, но муж ревновал Татьяну. Он не хотел, чтобы она слишком много времени уделяла работе, задерживаясь после спектаклей. В итоге распался и этот брак. Но в браке родился сын Владимир. Впоследствии он не стал актером, не пошел и по стопам отца. Он выбрал свой путь, начав заниматься дизайном и созданием скульптур. У него двое дочерей, в которых Татьяна не чаяла души. Актриса умерла 16 мая 2007 года. Внезапно она почувствовала себя плохо, обратилась в больницу. Сначала врачи подозревали проблемы с сердцем, но подозрения не подтвердились. Однако выяснилось, что у артистки запущенная форма бронхита, пневмонии, также было подозрение на рак желудка. Общее состояние ее было истощенным. Она умерла в возрасте 68 лет и была похоронена на Троекуровском кладбище города Москвы. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.